Трудно не заметить, насколько неординарные люди, которые добивались головокружительного успеха. Давай еще раз. Трудно не заметить, насколько неординарные люди, которые добивались головокружительного успеха. Но обращали ли вы когда-нибудь внимание, что все истории блистательного триумфа начинались с провалов? Возможно, мы никогда бы не узнали о компании Honda, если бы ее основателю не отказали в должности инженеров, корпорации Toyota. И, возможно, мы никогда бы не услышали о Стивене Кинге, если бы после 30 отказов его жена не настояла на том, чтобы он снова отправил свою первую книгу в другие издательства. Все дело в том, что успех невозможен без ошибок и поражений. Зачастую они являются решающими стимулами в наших стремлениях. Но дело не столько в неудачах, сколько в том, как мы на них реагируем. Вы замечали, что когда мы оступаемся в первый раз, мы становимся более осмотрительны. Во второй мы начинаем сомневаться. А в третьем мы и вовсе отказываемся что-либо предпринимать. А зря. Настоящий провал в том, чтобы не пробовать снова. Нужно просто понять, что ошибки не критичные, не зазорные. Это лишь новая, с непривычки более высокая ступенька, для которой нужно выше поднять ногу. Очень важно уметь учиться на своих ошибках, анализировать их, составлять теории, почему это сработало, а это нет. Посчитайте недостаток преимуществом, таковым он и станет. Томас Эдисон говорил о своих неудачах так. Я ни разу не потерпел поражения. Я просто нашел 10 тысяч различных подходов, которые не сработали. Когда у вас появилась хорошая идея, не исключайте возможность ошибки. Лучше будьте готовы ее исправить. Не верьте в непогрешимость собственного плана. Титаник тоже считали непотопляемым. Зачастую главной преградой личностному росту является наше высокое самомнение. Наше эго диктует нам, что мы не должны сомневаться в себе или в своих методах. На самом же деле, за ним мы пытаемся скрыть настоящую правду. Что мы боимся, что о нас скажут или подумают другие. Но ведь мы все ошибаемся и все испытываем страх. От него нельзя избавиться. Его нужно принять, интерпретировать не как сигнал к отступлению, а как звоночек, который сообщает о том, что впереди нас ждет что-то действительно стоящее. Известная британская писательница Джоан Роулинг однажды сказала, «Провал позволяет отбросить все несущественное и сфокусировать энергию на том, что действительно имеет значение». Даже если вы чувствуете, что риск слишком негативно отразился на результатах вашего проекта, поймите, что вы сделали все возможное. То, на что другие не решились. Да, вы оступились, но, занимаясь тем, что вы любите, вы ошиблись. Но на своих условиях. Поэтому очень важно уметь принимать собственные решения, чтобы не сожалеть и не винить в провалах друзей или родных. Более того, не стоит полагаться на чужие ошибки, так как они не помогут вам раскрыть собственные скрытые таланты. Чужие ошибки чаще всего ведут к чужой жизни. Вспомните свои прошлые неудачи. Через время они вряд ли вам покажутся такими громадными провалами, какими казались когда-то. Они стали лишь необходимым опытом. Так почему же их сразу не воспринимать такими? Стив Джобс сказал даже больше, «Мы сами должны желать поражения». Если вы боитесь проиграть, то далеко вы не пойдете. Из всего вышесказанного можно заключить. Первое. Чего мы избегаем, то мы увязнем. Не бойтесь рисковать. Не так важно, в чем мы потерпим поражение. Важнее, что мы из него извлечем. Второе. Сокрытие ошибки не исключает ее существование. Пусть только вы о ней и знаете. Также не стоит выдавать свои ошибки, как какое-то гениальное решение, которое почему-то кроме вас никто не понимает. Откровенное признание собственных промахов делает конструктивную критику более мягкой. Помните, что ошибки не ведут к сию же минутному успеху. Будьте терпеливы. И прежде чем сдаться и опустить руки, подумайте, готовы ли вы снова отсрочить свой успех. И, наконец, четвертое. Создайте для себя комфортную зону риска, где вы сможете на ранних стадиях пробовать разные подходы и безопасно ошибаться. Когда вы найдете нужный подход и почувствуете, что лед под ногами достаточно крепкий, вступайте смелее, но все же будьте осмотрительны и готовы действовать. Знайте, что неудачи рождаются у нас в голове. Там же рождается и успех. Мыслите продуктивно. До встречи.